Девушки, я к вам. А вы какие-то особенные, я так понимаю? Мало того, что документы плохо присылаете, еще и без маски в суде. Так это вы не мне говорите, а тем, кто без масок в зале суда. Я вам тоже говорю, секундочку, вы для меня сейчас здесь обычный человек, и не надо меня, пожалуйста, воспитывать. Я закончу, уважаемый суд, вы услышите, когда я закончу, у меня речь закончится. Верно, я желаю выступить с доводами в поддержку собственного ходатайства. Вы мне собираетесь отказать в моем праве выступить в поддержку моего собственного ходатайства? Вы на меня голос-то не повышайте, приставь. Нет, не веду. Нет, не снимаю. Нет. Я не пойду с тобой никуда. У меня сейчас не пойду. Применяй-ка мне все силы, если считаешь. Ну да хорошо, я с тобой никуда идти сейчас не обязан. Нравится работать? Веди себя нормально в соответствии с законом. Мы не прошли, во-первых, мы не прошли стадию, я не знаю, может вы прошли, я вправе в любой момент заявить об отводе. Отвод в суду. То есть я считаю, что вот этим отказом судья проявил свою личную, прямую или косвенную заинтересованность в исходе дела. Если кандидат не в состоянии, изучить законодательство, если кандидат не представляет обязательный, подчеркиваю, обязательный для представления документ, то я считаю, что он не может и не должен участвовать в выборах. Откровенно пытаются суд ввести в заблуждение. Я сделаю все, чтобы не позволить этого сделать. Кандидат Ковязин, даже в случае извещения его о выявлении отсутствия уведомления, не имел права представить уведомление в ТИК, так как оно не было предоставлено им в ТИК ранее в установленном законном порядке. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу рассказывать вам историю о судебном процессе между мной и кандидатом-банкиром Михаилом Ковязиным, который, напомню, был так и избран депутатом законодательного собрания Кировской области, при том, что он не представил в избирательную комиссию обязательный, подчеркиваю, обязательный документ, уведомление об отсутствии у него иностранных счетов, иностранных вкладов и иностранных финансовых инструментов, например, акций. Он этот документ не подчеркиваю, но был зарегистрирован, а затем был избран. Это отдельный вопрос, как? Так вот, в предыдущем видео вы увидели мое выступление. Я очень признателен вам за вашу обратную связь, за реакцию, за комментарии. Я читаю все комментарии, напоминаю, не на все, конечно, могу отвечать, но читаю все. И я вижу, мне безумно приятно видеть вашу реакцию. Вам интересно смотреть судебное видео. Я все время опасаюсь, что будет скучно, непонятно, но все-таки суд это достаточно сложное дело и речи, они малопонятны бывают, но ваша реакция сподвигает меня на опубликование новых эпизодов и я вижу, что вам это интересно. Но сегодня будет выступление представителя Ковязина и обязательно дать некоторые пояснения, иначе просто голова разорвется и будет вообще ничего непонятно, потому что даже я, когда слушал в суде и когда пересматривал вот ее выступление, я спокойно сидеть не мог, потому что, ну, то рака за камень заведет, то вообще пытается суд вести в заблуждение, то вообще непонятно, о чем говорит, то мысль теряет и продолжает совершенно с другой. Решительно, ничего не понятно, поэтому пояснение требуется. Если кто-то не смотрел предыдущее видео, там, где мое выступление, пожалуйста, посмотрите и сразу переходите к сегодняшнему, потому что там будет понятно, вся позиция будет изложена мной со ссылками на законы, на конкретные фактические материалы, и вот сейчас будет выступать представитель Ковязина. Держите в голове самое главное. Первое. Ковязин не представил обязательный документ. Это факт. И самое интересное и удивительное – это аргумент Ковязина, который он изложил в своей жалобе. Он признал, что не представил обязательный документ, но мотивировал это, как вы думаете, чем? Ковязин, подумайте. Варианты какие варианты? Волнением. Ковязин прямо в своей жалобе указал, что он не представил документ вследствие чрезмерного волнения. Послушайте, ну это натуральный какой-то детский сад. Взрослый человек под 50 лет, банкир, депутат Кировской городской думы, кандидат в депутаты законодательного собрания Кировской области, то есть органы государственной власти. Еще раз говорю, взрослый человек всерьез пишет в жалобе, что он не представил обязательный документ вследствие чрезмерного волнения. Ну, я не знаю, как это еще можно охарактеризовать, иначе как детский сад какой-то, детский лепят просто. У меня, послушайте, даже дети так не оправдываются, у меня дети вообще не оправдываются, они знают, что такое ответственность. Ну, а Ковязина надо, видимо, научить ответственности, и вот этот судебный процесс как раз этому и посвящен. То есть, во-первых, я учу Ковязина ответственности, а во-вторых, нужна судебная практика по такому сложному вопросу, который не урегулирован. Действительно, есть не пробел в законодательстве, здесь все четко, но отсутствует судебная практика по такому вопросу. Что делать, если кандидат не представил обязательный документ, а избирком его не уведомил об отсутствии такого документа? Вот что делать? Я думаю, что здесь Верховный суд будет разбираться, я, конечно, вперед забегать не буду, результаты говорить не буду, но, поверьте, процесс крайне интересный. Крайне интересный, и именно поэтому вы уже знаете, что была подана какая-то касационная жалоба, якобы от моего имени, Верховный суд, а я касационную жалобу не подавал. Это вообще странная ситуация. И еще, в чем заключается вот этот детский сад, в кавычках. Они накосячили, конкретно Ковязин накосячил, не подал обязательный документ, и пытается, и самые устами представителя, пытается переложить ответственность за это на избирком. Вот, кстати, ключевой-то момент, Танечка правильно подсказала. То есть, Ковязин документ не подал, а виноват почему-то избирком. И начинается придумка, что он его держал в руках, избирком должен был сказать, ну подайте, что вы держите, вы это все услышите. Это абсолютно серьезно. Взрослые люди в областном суде всерьез приводят вот такие аргументы. Слушайте, это просто невероятно. И вот поэтому я сегодня, собственно, и публикую это выступление представителя. У меня были сомнения, публиковать или нет, потому что, ну, очень сложно понимать и, мягко говоря, тяжело. Но, может быть, после вот этих моих пояснений, я надеюсь, что я интерес у вас разжег, такой разогрев у меня был. Я надеюсь, что вам будет все-таки интересно. Ну, а после этого представителя будет сам Ковязин, и дальше, дальше, дальше пойдем. Тем, кому интересны судебные дела, я думаю, что будет интересно и сегодняшний эпизод посмотреть. Поэтому смотрим. Я считаю, уважаемый суд, что человек, который хочет избраться членом органа государственной власти, подчеркиваю, органа государственной власти, он просто не имеет возможности нарушать избирательное законодательство и при этом ссылаться, вы обратите внимание, он заслался на чрезмерное волнение. Ну, так если кандидат волнуется, так, может быть, он еще просто не созрел для такой работы. Пусть он справится с волнением, пусть почитает закон и пусть все сделает правильно. Тем более, он является депутатом Кировской городской думы, занимается городскими вопросами, мне кажется, прекрасно занимается и очень все хорошо. По существу? Да, по существу, уважаемый суд, все, может быть, в премиях что-то добавлю. Вопрос? Нет вопроса. Нет вопроса. Николай Натальевич, спасибо за сеть. Так, Михаил Николаевич, вы и Ольга Леонидова, поясните, давай. Ольга Леонидовна, пожалуйста. Вы работаете в этой теме, чтобы записать. Ну, все носители, насколько я понимаю, да, Анатолий Натальевич? Уважаемый суд. Присаживайтесь. Запись для данных слушателей у нас там расположена, а этот микрофон... Что у нас качественно записать? У нас только требований. По существу заявленных требований. По существу заявленных требований мы предоставили отзыв письменный, предоставили его всем сторонам. Те доводы, которые изложены в отзыве, поддерживаем в полном объеме. Не буду все зачитывать, достаточно емкий документ получился. Хотелось бы акцентировать внимание на следующих моментах. Ну, в общем-то, что мы имеем? Мы имеем, как нам видится, абсолютно бесспорный момент, который связан с тем, что территориальная избирательная комиссия нарушила возложенную на нее обязанность. Обязанность, которая возложена на нее пунктом 1.1 ст. 38.67 федерального закона. На самом деле комиссия должна была четко следовать закону, должна была при выявлении тех или иных недостатков известить об этом сразу же кандидату. Вот сейчас прозвучал уточняющий очень интересный вопрос суда о том, что имел или не имел право кандидат повторно подать документы. Так вот, как раз имел. Почему? Сошлитесь. Я вам не прав. Читала это буквально вот при подготовке. Насколько я помню, это значится как раз в постановлении Конституционного суда номер 6-п от 12 марта 2021 года. Ну, что там в прямую сказано по этому поводу? Я, конечно, для себя другие моменты выделяла из этого постановления. Я хотела услышать ваше отношение к этому вопросу. Сложно, сейчас тоже достаточно объемный документ. Но именно вот этот момент я для себя отметила, когда подготовку к делу вела. Что судом на самом деле было отмечено, что в том случае, если будет выявлена неполнота предоставленных сведений, несоответствие документов по форме, то в этом случае кандидат имеет право данные документы забрать и подать их повторно. То есть вот этот вот очень интересный момент как раз я тоже для себя отметила. Если говорить дальше, я сейчас постараюсь, конечно, найти, где конкретно я это увидела. По ходу выступления, надеюсь, вспомню, где это было. Если говорить дальше, то избирательная комиссия, как участник избирательного процесса, безусловно, также имеет как права, так и обязанности. Про обязанности мы уже сказали о том, что она предусмотрена, кроме прочего, пунктом 1.1 статьи 38. Кроме этого, избирательная комиссия, а в данном случае территориальная избирательная комиссия, безусловно, должна исполнять постановление, методические рекомендации вышестоящих избирательных комиссий. Потому что мы знаем, что структура избирательных комиссий, она, в общем-то, имеет такое соподчинение и четкую иерархию. Нижестоящая комиссия подчиняется решению вышестоящей комиссии. Если мы обратимся к методическим рекомендациям, на которые я также ссылалась в своем отзыве, то мы увидим здесь конкретный алгоритм действий избирательной комиссии в ходе принятия документов. И здесь я бы хотела зачитать, чтобы вот была максимальная четкость. В случае выявления рабочей группы, представленных кандидатами, уполномоченную представителям избирательных объединений в документах неполноты сведений, несоблюдение требований статьи закона 67-95 федерального закона в части оформления документов избирательной комиссии, отсутствия документов, рекомендуется немедленно извещать о выявленных недостатках. Извещение – это хорошо. Давайте мы будем говорить о том, все-таки перейдем к вопросу о том, как повлияло это извещение именно на данную ситуацию. То есть наличие этого извещения каким образом могло бы изменить ситуацию в пользу ковязи? Либо и повлекло ли отсутствие такого извещения изменение ситуации таким образом, что нарушено бы права и обязанности ковязина таким образом, что он не смог бы изменить. Вот меня что интересует. Здесь сосуществует вопрос о неизвещении предметом рассматриваемого дела не является. Здесь является вопрос, предметом рассматриваемого дела является вопрос о выводах избирательной комиссии Кировской области, которая основывала свои выводы в том числе и на нарушении допущенной территориальной комиссии. Поэтому будьте любезны, меня интересует, вот если мы говорим об этом нарушении, то давайте будем говорить исключительно с этой точки зрения, каким образом это повлекло те или иные правовые последствия. Если мы говорим о том, что территориальная избирательная комиссия незаконно отказала в регистрации, тогда давайте будем говорить, почему вы так считаете. Вот меня что на данный момент интересует. Я насколько понимаю, что ни вы, ни представляя мое вами лицо, не отрицая тот факт, что документы на регистрацию, вот это вот заявление об отсутствии счетов в иностранных банках при подаче первого финансового отчета не было. Скажите слово, потому что у нас видео, а уже записано. В момент подачи документов на регистрацию данное уведомление в руки члену комиссии не было. То есть передано не было? В руки члену комиссии передано не было. А куда он не был? Он держал его в руках. Он его держал в руках, держал его на столе. Ну понятно, то есть он не передал. Он у него вот этого физического действия не было. Казуистикой заниматься передал, отдал, положил на стол, выпустил из рук, потерял обладание. Не выпустил, не выпустил. Не выпустил, не передал. И при том, что член комиссии, которая сидела и все это видела, и видела этот документ, и имела возможность обозреть документы, которые представлены в машиночитаемом виде, не указала на то, что вот этот документ, который вы держите в руках, его тоже нужно подать. Здесь же не идет речь о том, что он отказался, что он его скрыл, сказал, я не буду предоставлять. Об этом речи не было. Причины избирательного законодательства не выясняют. Говорится об этом. Не предоставлено. Вот теперь давайте перейдем к извещению нарушения допущенной окружной избирательной комиссии территориальной Аттарской. Каким образом, по вашему мнению, извещение своевременное могло бы повлиять на решение избирательной комиссии первого окружного? На этот счет тоже очень хорошая ссылка у нас на постановление Конституционного суда номер 6-п, где как раз вот этот вот момент, связанный с предоставлением документов и с тем, кто и что и как понимает, очень красиво как раз описано на девятой странице. Ну, по крайней мере, у меня девятая. И тоже хотелось бы зачитать, чтобы тоже не было никакого изменения, потому что расписано все как раз вот наша ситуация. В то же время неисполнение или ненадлежащее исполнение избирательной комиссии обязанности известить кандидата о выявлении недостатков в представленных им документах способно вызвать у кандидата необоснованную уверенность в том, что им не допущены нарушения, влекущие отказ его регистрации. Подобный порождаемый бездействием избирательной комиссии расхолаживающий эффект может помешать кандидату внести необходимые исправления в представленные им в избирательную комиссию документы в допустимый закон. Я понимаю, о чем вы говорите, о расхолаживающем эффекте, но здесь речь не об отношении кандидата к этому вопросу. А об отношении комиссии. Речь идет в данном случае о том, что кандидат может наивно полагать, что его зарегистрировали, либо предусматривать вопрос, что его не зарегистрировали. Но я вернусь к этому вопросу. Я буду вам его задавать до тех пор, пока вы мне на него не начнете отвечать. Как неизвещение комиссии нарушения пункта 1.1.3 повлекло нарушение прав Ковязина таким образом, что он не смог их восстановить ему путем? То есть при наличии извещения, что мог сделать Ковязин? Если мы обратимся, все же очень просто, если мы обратимся к методическим рекомендациям, по которым должны работать избирательные комиссии, которые я тоже зачитывала, о том, что эти замечания высказываются немедленно. Немедленно. То есть на стадии даже принятия документов какие-то замечания высказываются немедленно. Это можно было сделать? Это нужно было сделать комиссии. Еще раз говорю, кандидат этот документ не скрывал. И он мог его сразу же предоставить. Ведь кандидат задал члену рабочей группы неоднократно вопрос при передаче документов. Все я сдал? Что-то еще я забыл? Мне что-то еще нужно? И член комиссии, зная, что вот этого нет, но он держит его в руках и она это видит, несколько раз повторила. Ничего не нужно, у вас все в порядке. После этого, после сдачи документов на регистрацию, кандидат звонил неоднократно в комиссию и интересовался по вопросу своей регистрации. И также спрашивал, все ли у меня в порядке, все ли я сдал. И мы точно так же объясняли. Комиссия до принятия решения об отказе от регистрации известила бы КРС. В таком случае он имел возможность забрать эти документы и подать их заново. Чем это предусмотрено? Нет такого у нас запрета. То есть, предусмотрено не в законе, а в судебных документах я это находила буквально, я говорю, при подготовке этого дела. Это есть. В постановлении СССР? Насколько я помню, да, потому что я другие судебные акты не смотрела, смотрела только постановление Конституционного суда. Давайте определимся тогда с вашей позицией. Позиция административного лица такова, что если нет какого-то документа и нет отказа в регистрации кандидата, еще пока, но кандидат по какой-то причине, самознанно принесли ему, сказала бы, пришел забрать документы. Как вариант? Я излагаю позицию Антона Витальевича, насколько я ее понял. Если он забрал эти документы, то в последующем он должен проходить процедуру с процедурой выдвижения кандидатов. Я считаю, что он не совсем, извините. А, ну то есть, если ему отказано и позволяет срок, если это случится, эти бывают, когда-то, 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 когда-то забрать их не мог. Понял, все? То есть вот позиция административного лица такова, что он их не мог забрать. Вбирание действия совершенно. Все понятно. Ваша позиция какова? Вы считаете, что он мог прийти, получить эти документы обратно и до окончания срока подачи документов на регистрацию подать документы полным пакетом в ночь? Мы говорим о том, что это, кроме прочего, мы говорим о том, что не нужно скидывать за счетов. Ну да или нет? Так, как вы считаете? Я отвечаю так, как мы считаем нужным. Так, как у нас согласована позиция и так, как согласовано с тем отзывом. И по нашему внутреннему убеждению. Мы говорим о том, что нельзя скидывать со счетов то, что бездействие избирательной комиссии не должно приводить ни к каким последствиям для кандидата. Вот оно привело к негативным последствиям для кандидата. И если до данного постановления Конституционного суда номер 6-п все вопросы решались исключительно не в пользу кандидата, так как кандидат, да, на самом деле является участником избирательного процесса. И обязанность по предоставлению документов по установленной форме и с необходимым количеством документов лежит исключительно на кандидате. Но при этом законодатель признавал, что сбои могут быть и в работе избирательной комиссии. И это как раз приводило к тому, что из-за сбоя в работе избирательной комиссии страдал кандидат, которого в дальнейшем снимали вот с этой избирательной гонки и отменяли его регистрацию. Но как раз Конституционный суд своим постановлением 6-п данный недостаток устранил и указал законодателям на недостатки в статье 38 пункт 1.1, где указал, что если избирательная комиссия все-таки не исполнила свои обязанности, это не должно негативным образом сказываться на правах кандидата. И именно в этой связи в 67-й федеральный закон 30 апреля 2021 года была внесена в новый пункт, пункт 6.1 статью 76-ю, по которой, если избирательная комиссия в ходе своей работы по приемке документов на выдвижение и регистрацию допустила нарушение, это не должно негативно сказываться на кандидате. И суд в этом случае не имеет права отказать, принять решение об отказе в регистрации или об отмене в регистрации. Если есть обязанность избирательной комиссии, то эта обязанность должна ею исполняться. Если мы будем говорить о буквальном толковании пункта 6.1 статьи 76-й, то здесь в частности указано, решение избирательной комиссии о регистрации не может быть отменено судом в связи с выявлением среди документов необходимых для уведомления о выдвижении регистрации кандидата документов, не содержащих каких-либо сведений, предусмотренных настоящим федеральным законом, иным законам, не отвечающих требованиям настоящего закона, и так далее, и так далее. Если избирательная комиссия не известила кандидата избирательное объединение о соответствующих нарушениях в соответствии с пунктом 1.1 статьи 38-й. Всегда ли можно таким образом руководствоваться или тронить какие-то изменения? Ну здесь, конечно же, есть исключения, касающиеся подписи. Подписи. Подписи – это всегда исключение. Конечно. Что в прежней редакции, что в новой и конституционной сфере. То есть, по вашему мнению, неизвещение повлекло негативное последствие? Конечно. И решило его возможность повторять право следствия? Мы же говорим о том, что помимо пункта 1.1 статьи 38-й избирательная комиссия нарушила свои методические рекомендации. То есть инструкцию, по которой, в общем-то, рабочая группа и должна работать. У нас в федеральном законе не значится ничего, нет вот этих вот подробностей, что кандидат когда приходит, что должна сделать избирательная комиссия, что она ему говорит, какие документы она оформляет. Вот этого в федеральном законе нет. Безусловно, это все принимается исключительно постановлениями самой избирательной комиссии. Центральной, либо областной избирательной комиссии для своей работы и для работы ниже стоящих избирательных комиссий. Безусловно, это тоже то требование, которое обязаны исполнять члены территориальной избирательной комиссии, как в данном случае. Не исполнили саму инструкцию, то есть сразу же, незамедлительно не уведомили. Еще один момент, которым административный истец сказал, и, конечно же, с этим сложно не согласиться. Правильно ведь сказал, что избирательная комиссия должна принимать все документы, которые предоставляет кандидат. Так вот это уведомление об отсутствии счетов кандидат предоставлял при своем выдвижении. Он его предоставлял. Но почему-то избирательная комиссия сразу же не на рабочей группе, не коллегиально, а сотрудник, который вел прием этих документов, сразу же его откинул со словами, это не нужно. Ну, в таком случае, да, согласны с позицией административного истца, должны принимать все. А оценку давать уже именно на работе, в ходе работы рабочей группы. Павел Леонидовна, извините, я, может быть, я, конечно, не мешаю сторонам, но я хочу, чтобы не было понятной позиции, поэтому пытаюсь по ходу уточняющие вопросы задавать. Павел Леонидовна, правильно ли я понимаю, что ваше мнение таково, что при выдвижении кандидата могут быть поданы не только те документы, которые прямо по именуруют закон, но и помимо этого кандидат по вашему мнению в праве представлять иные документы, которые избирательная комиссия должна взять. Конечно, у них даже есть там графа, называется иные документы. Форма, по которой идет приемка документов. Что? Где вот вы говорите, графа есть? В форме, форма называется подтверждение. Форма приема документа называется в разных комиссиях по-разному, где-то расписка в приеме, где-то подтверждение, и в этой форме всегда присутствует строчка, называется иные документы. Поэтому, в принципе, они были, значит, должны были сразу же это все принять. И опять же, зная, что они есть, и кандидат сидит на руках, держит этот документ, и не сказать ему «вот это тоже нужно», ну, я не знаю. Я хотела бы обратить внимание сюда на документ. Возможно, даже представить его для приобщения в материалы дела. Это документы, которые предоставляло избирательное объединение в Кировскую областную избирательную комиссию, кривой движения и списка кандидатов в составе списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. И вот как раз это то, о чем я говорил. Это вы надеялись на документы? Да. Это строчечень документов представлены в областной избирательной комиссии. Да. И я обращаю внимание на вот эту вот фразу. На вот эту вот фразу мне международную. На письменные уведомления, письменные уведомления. Мужен Сот, я прошу вас объявить замечание, да, и попросить вернуться. Я тоже могу подойти к суду, рядом даже сесть, что-то показать. Ну что это? Где профессионализм? Депутатов, предусмотренные частью 1.3 статьи 33 закона Кировской области о выборах депутатов законодательного собрания, о том, что они не имеют счетов, вкладов и так далее, и так далее, длинное название формы, в количестве 27 штук возвращены у полномочного представителя избирательного объединения. О чем это? Это как раз о том, что на выдвижение избирательное объединение предоставило эти документы. Но не в этом дело, а дело в том, что областная избирательная комиссия их приняла и вернула, так как они не были предусмотрены. То есть это тоже самое, что должна была сделать территориальная избирательная комиссия в отношении всех документов, предоставляемых кандидатам Ковязиным при выдвижении, на процедуре выдвижения. То есть абсолютно все то же самое. Если комиссия бы посчитала на своей рабочей группе, что это излишний документ, непредусмотренный, значит она должна была вернуть его потом. Но этого сделано не было. После заседания рабочей группы. Мы вот здесь как раз и не понимаем, когда для территориальной избирательной комиссии наступило время под названием «потом». Потому что ни на выдвижение кандидат не был извещен о том, что будет рассматривать документы его рабочая группа, хотя должны были это сделать. Ни после принятия документов на регистрацию он не был извещен о дате и времени рассмотрения его документов на рабочей группе. Ведь на всех заседаниях избирательной комиссии вправе присутствовать, кроме прочих лиц, поименованных, насколько я помню, в 30-й статье 67-го закона, в том числе и кандидат. Но ведь он не был приглашен. Мы здесь даже не говорим о уведомлении, мы говорим о том, что он не был приглашен на заседание комиссии. Обязан он приглашать? Конечно. Чем предусмотрен? 67-м законом. Всем? 67-м законом. И на всех заседаниях комиссии избирательной вправе присутствовать кандидат. И извещать об этом, о том, что состоится то или иное заседание. Тем более по рассмотрению конкретно вопросов данного кандидата комиссия должна была. Я бы хотела... Я бы хотела приобщить к материалам дела данный документ, который я сейчас зачитывала частично, документы кандидатов, включенных в состав списка. Он умеется, он представлен на русской избирательной комиссии. А, представлен. Конечно. Я вам об этом говорила. Представлен сегодня, 18 августа. Хорошо. Замечательно. Что вы представлены? Ну, в общем-то, все остальные доводы, да, они изложены в самом отзыве. Все у нас. На сегодняшний момент мы имеем исключительно правовой вопрос. У нас вопрос не касается ни подписи, ни достоверности, ни вопросов действий того или иного кандидатов по осуществлению агитации. Секундочку, только ли нет. Административный институт, вопросы по существу есть у вас? Исключительно по существу. Не вопросов толкования прав. Конечно. У меня есть вопрос исключительно по существу, но заинтересован в лесу кандидат. Непосредственно к... Да, потому что он может дать ответ. Вы, президент, пройдите на место. Николай Николаевич, будете давать пояснение? Да. Пожалуйста, пройдите. Антон Витальевич. Я даже на вооружении буду стоять. Ваше право. Нет, секундочку, давайте мы выслушаем пояснение, а потом... Да. Михаил Николаевич, слушаю Ваше право.